С января по июнь этого года в Калининградской области сгорело 180 машин. Это официальные данные МЧС. Сравним их с цифрами из Нижнего Новгорода. Так, в Миленнике за последние полгода возбуждено 45 уголовных дел по фактам поджогов мопедов, скутеров и автомобилей. Разница очевидна. Калининградские парковки полыхают. Только за минувшие сутки огнеборцы трижды выезжали на тушение автомобилей. Накануне, в четверг утром, в Немане выгорел моторный отсек легковой машины. Уже через час поступило сообщение об автопожаре в Багратионовском районе. А в 8 вечера вспыхнул уже упомянутый Ниссан Премьера, зацепив припаркованную рядом машину. Предполагаемый поджигатель задержан на месте. Свидетель описывает его как нетрезвого бездомного. Выяснилось, что злоумышленник прятался в кустах. Затем выбежал из засады, облил бензином капот и поджег. Люди пироманы, больны именно огнем. И они хотят свой автограф оставить. За статистикой поджогов Дмитрий Андрусев следит уже лет шесть. Пришло время защищать транспорт и от пожара, говорит он, а не только от угона. И для себя Дмитрий нашел способ. Есть специальные системы пожаротушения для автомобилей, которые срабатывают автоматически. Они, так сказать, помогают автовладельцу потушить автомобиль еще до того, как он пришел к автомобилю. Собственно, взял огнетушитель и уже стал вместе бороться с огнем. Мосгортранс уже давно ставит такие огнетушители в автобусах и трамваях. Это не токсичный аэрозоль. Срок службы – 10 лет. Один такой баллончик может уберечь от возгорания целый внедорожник. Машины жгут конкуренты по бизнесу, отвергнутые любовники и психически нездоровые люди. Последним нравится просто огонь ради огня. Они поджигают траву, сарай или машины и смотрят, как они горят. Специалисты отслеживают данные с календарем в руках и приходят к выводу, что поджог машин – это хаотичная акция, не поддающаяся анализу. Больше надо калининградцы, чтобы ходили в церковь и читали Евангелие. Это раз. Тогда меньше будет всяких не только поджогов и других действий правонарушений. Потому что человек всегда соизмеряет богобоязненный свой любой поступок, даже слова. Эти слова Александра Ярушука облетели весь Калининград. А если серьезно, то мэр советует быть бдительнее и осторожнее. А второе, конечно, если придумывать территорию, надо камеры вешать, чтобы, я имею в виду, на подъезды. А еще и градоначальник, и полицейские отмечают. Такие преступления не просто раскрыть. Огонь сжигает все улики, вплоть до отпечатков пальцев. Даже несмотря на то, что следственные органы в своей работе используют кадры с камер безопасного города, десятки эпизодов до сих пор остаются нераскрытыми. Антонина Слатвинская, Екатерина Калиниченко, Служба новостей город. И к другим темам. Выдержали испытания постом и укрепили братские узы. 17 июля мусульмане отмечают Ураза Байрам. Это один из самых значимых религиозных праздников в исламе. Калининградская община сегодня по традиции собралась у недостроенной мечети в парке Южном и в Большом Исаково. Праздник чем-то напоминает православную Пасху. Принято ходить друг к другу в гости и угощать сладостями. Ураза Байрам венчает собой священный месяц Рамадан. Это время великого мусульманского поста. На протяжении 30 дней было запрещено есть и пить до захода солнца. А также надо было усердно молиться. Считается, что тем, кто проходит это испытание, даруются прощение грехов. Пастясь мусульмане, мы учимся и понимаем, что такое голод, во-первых. Учимся делиться. Состоятельные люди знают цену своего состояния, понимают о тех людях, которые голодуют. Праздничный намаз калининградские мусульмане провели в Большом Исаково. А после молитвы по традиции накрыли столы с национальными угощениями. Праздник Ураза Байрам продлится три дня. Что еще обсуждали в городе в пятницу, расскажем далее в новостях короткой строкой. Минобороны проверит все жилые здания в военных частях. Об этом заявил заместитель министра обороны России Руслан Цаликов. Инспекция связана с недавним обрушением казармы в Омске. Притом комиссия посетит объекты, прошедшие капитальный ремонт и старые здания, которые все еще находятся в эксплуатации. ГИБДД вводит особый режим движения в Светлогорске на ближайшие три дня. Это связано с проведением фестиваля «Голосящий Кивин». А на улице Ленина, Штрауса и Маркса будут работать эвакуаторы, поэтому парковка там запрещена. Подробности изменений можно уточнить на сайте ведомства. Министр спорта Виталий Мутко принял решение об ограничении продаж билетов на чемпионат мира по футболу в 2018 году. Болельщики смогут получать максимум четыре контрамарки в одни руки. По его мнению, это сократит количество спекулянтов. Количество укушенных клещами в этом году увеличилось на треть. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. По данным ведомства, одна десятая клещей, поступивших на обследование, оказалась заражена энцефалитом. Ведомство призывает калининградцев быть внимательнее. На выходных в Калининграде синоптики обещают дождь. Вместо обещанной жары в 30 градусов столбики термометра поднимутся лишь до 23, а в субботу в области и вовсе прогремит гроза. Какая самая необходимая вещь в квартире? Жители улицы Белогородской считают, что освежитель воздуха. А своей проблемой называют водоем по соседству. Наш дежурный по городу Кирилл Попов узнал, почему во время жары вода осложняет жизнь калининградцам. Здравствуйте, это дежурный по городу. И сегодня мы приехали на улицу Белгородскую. Всем этим женщинам есть что рассказать. Пожалуйста. Здравствуйте, у нас такая проблема. В нашем доме, дом 32-38, в течение года стоит вода. Причем вода это никуда не уходит. Под словами «вода» жильцы подразумевают некую жидкость, по запаху напоминающие слова не совсем цензурные. Старейшины дома утверждают, что вот эта масса находится здесь уже более 40 лет. Но несмотря на столь длительный период, резиновыми сапогами за это время никто так и не обзавелся. Сейчас затоплена вторая ступенька. Когда, допустим, две ступеньки открыты, тогда можно в таких пройти до колена. А сейчас затоплено две ступеньки, значит надо вот такие одевать. На самом деле совершать пешие прогулки по темным казематам и незачем. Все соления и варенья жильцов давно сгнили. Да и без противогаза не обойтись. Причем не только в подвале. Даже воняет в душевых кабинках, воняет из туалетов. Вонь стоит даже в доме страшно. Помогает то, что освежители воздуха, но не всегда. Если закрывать окна, то будет стоять жара. А с открытыми окнами то же самое. И комары лить. Комары наведываются в дом не реже, чем измученные калининградцы в управляющую компанию. А в ЖЭКе, в свою очередь, от них отбиваются, как от насекомых. Уже несколько месяцев. В этот день подкрепление в виде нашей съемочной группы сподвигло жителей на новый штурм. Что нужно сделать жильцам этого дома, чтобы проблему их решили? Потому что они говорят, что проблема не решается уже на протяжении долгого времени. Уже у детей скоро герки будут в легких. По твоне. Пускай приходит приемный директор и решает директору. Вопросы было решено переадресовать техническому отделу. Засор канализации происходит именно от того, что бросают в канализацию. Не извините, постирать, помыть посуду. Не он, а на самом деле. А на самом деле управляющая компания постоянно напоминает жителям, как правильно пользоваться канализацией. А аварийная служба постоянно вынимает из трубы тряпки, остатки овощей и даже нижнее белье. Засоры в доме устраняют регулярно. Как попадает женский предмет личной гигиены в канализацию? Я в этом виноват? Или вы? Хорошо, хорошо. Попала гигиена. Что нам сейчас делать? Во-первых, заняться менталитетом жильцов. Чтобы они знали, что мусорное ведро для мусора, а канализация для канализации. Если жильцы это хотят, если бы был мой дом, я бы и сам жильцов собрал бы и сделал. Но так пусть обращаются в ЖЭК, пусть разгребают эту грязь, все вери. И опять же, повторяюсь, первым делом это слово за жильцами, за их отношением к своему дому, к своей канализации. Вода стоит в подвале годами, но уступать свою позицию, похоже, не собирается ни одна из сторон. Жители этого дома уже долгие годы не спускаются в подвал. Это темное помещение наводит на них страх и ужас. Того и гляди, из зловонной жижи выскочит какое-нибудь чудовище. Кирилл Попов, дежурный по городу. Ты веселый, ты находчивый, ты умеешь веселить друзей? Первый городской канал объявляет в розыск всех КВНщиков. Яркий, свежий твой ищет талантливых юмористов. Мы приглашаем в нашу дружную команду креативных ребят. Если ты самый смешной и оригинальный, то добро пожаловать на Первый городской. Наш телеканал ищет ведущих развлекательных программ и людей с нестандартными идеями. Вообще существует шутка на телевидении, что к нам берут или красивых, или смешных. Так вот, КВНщики объединяют в себе и то, и другое. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы на кастинг нам пришли веселые ребята, которые могут потом быть ведущими в нашем эфире. Мы их обучим, расскажем им, как работать на телевидении. С удовольствием примем нашу веселую, дружную, яркую, свежую и твою команду. Если у тебя есть опыт игры в КВН, приходи на кастинг 30 июля по адресу улица Дмитрия Донского, дом 42. Начало в 6 часов вечера. Первый городской канал ждет именно тебя. Кстати, уже завтра нашу область захватят шутки и смех. В Светлогорске стартует фестиваль «Голосящий Кирин». Если юмор вам не по душе, корреспонденты Первого городского расскажут, чем еще заняться в этот уикенд. Самое долгожданное событие этого лета «Голосящий Кирин» прогремит на всю область уже в эти выходные. Два дня, 18 и 19 июля, Светлогорск накроет волна смеха и шуток. Впервые фестиваль пройдет в Калининградской области. Команды уже готовы покорять Балтийское побережье. А Александр Масляков оценивать местный юмор. Начало концертов в 7 часов вечера. Место проведения – Янтарь-холл. Липко-сладко Курская коса приглашает на праздник меда. В полдень субботы на территории деревни викингов устроят дегустацию, расскажут про траву медоносы, а также покажут, как изготовлять восковые свечи и запекать яблоки в меду. Праздник называется Лиепа. Так в славянских языках называли июль. Именно в эти дни цветет липа, с которой пчелы и запасают самый душистый мед. Почувствуй себя настоящей рок-звездой. Под таким лозунгом всех калининградцев приглашают в субботу, 18 июля, в Парк Юность, на чемпионат по игре на воображаемой гитаре. Принять участие в «Айр-гитар» просто уверяют организаторы. Вам не понадобится ничего, кроме предварительной регистрации. Начало чемпионата в 14.00. Главный приз – настоящая гитара. Жарко в прямом смысле этого слова будет в эти выходные и на побережье. В Балтийске свой пятый день рождения отметят фестиваль огня. Старт праздников – полдень. Днем зрителей ждет череда мастер-классов, а самая зрелищная часть представлений начнется ночью в 23.00. Тех же, кто хочет посвятить выходные спорту и здоровому образу жизни, ждут в воскресенье на велопробег «Приморское кольцо». Маршрут Калининград-Зеленоградск-Светлый. В общей сложности 150 километров. В планах купальные остановки, обед в Блинной-Светлогорской и тихий час на пляже в Янтарном. Итак, старт в 4.30 утра от Стеллы на Советском проспекте. Финиш в Парке Победы ориентировочно в 22 часа. Хороших вам выходных! В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Утром в пятницу у художественной галереи простились калининградским фотографом Юрием Селиверсовым и его другом Алексеем Щагиным. Товарищи трагически погибли в Карелии 6 июля. Проводить их в последний путь пришли родственники, друзья и коллеги. Юрий Селиверсов был руководителем арт-пространства «Ворота», председателем Союза фотохудожников Калининграда и директором сети фотомагазинов. Знакомые Юрия до сих пор не могут поверить в случившееся. На панихиду пришли друзья и близкие. Жизнерадостный, очень такой человек, активный по жизни, с активной жизненной позицией. И очень порядочный бизнесмен. Конечно, замена будет. Юрию Александровичу замена найдется. Найдутся спонсоры на все эти мероприятия. Но это будет уже другая история. По сообщению полиции Карелии, председатель Союза фотохудожников и глава Калининградского центра сертификации метрологии погибли в результате несчастного случая. Двое друзей в составе экипажа судна вышли в Онежское озеро. 6 июля их тела обнаружили местные рыбаки. И к другим темам. Когда любопытство доводит до тюрьмы? В Нестеровском районе угнали ценный трактор. Полиция тут же выехала на место происшествия. По следам оперативники обнаружили брошенную технику с поврежденным колесом. Как выяснилось, угонщикам оказался молодой миллиоратор, которому не разрешали садиться за руль трактора. Но задержанному очень хотелось опробовать технику. В отношении любопытного калининградца возбуждено уголовное дело. О других криминальных новостях далее в рубрике «Место происшествия». Дело длиною в 13 лет. Калининградский областной суд вынес приговор мужчине, который в 2002 году зарезал двух человек. Совершить такой поступок его заставило чувство мести. Подсудимый узнал, что в марте 2002 года его знакомая была изнасилована. Тогда он выследил подозреваемого недалеко от поселка Люблино и нанес несколько ударов ножом. Спустя некоторое время подсудимый также напал на друга жертвы, который видел их вместе в день убийства. На суде мужчина свою вину до конца не признал. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Решение суда в законную силу не вступило. Игры закончились. Под поселком Космодемьянского полиция уничтожила крупную партию игровых автоматов, которые были конфискованы из нелегального казино в Балтийске. Напомним, что в ноябре прошлого года был задержан 50-летний житель города, который превратил собственный особняк в настоящий Лас-Вегас. В тот день оперативники изъяли более полутора миллионов рублей, проигранных посетителями казино. Спайс в Калининграде. Полиция задержала молодого человека, у которого был при себе сверток с неизвестным веществом коричневого цвета. Предположительно, это мог быть опасный синтетический наркотик «Силач». На данный момент вещество направлено на экспертизу. Полиция проверяет, как оно могло попасть в наш регион. Павел Ткачев, Служба новостей, Город. 20 новых и модных. Именно столько образов создали стилисты команды «Модная Я» за 10 выпусков программы. Реалити-шоу стартовало в середине марта и уже успело завоевать внимание тысячи зрителей. Сейчас к эфиру готовится 11 выпуск. Две лучшие подруги поборются за звание самых модных. Зрители проекта «Модная Я» уже узнали, что такое экспресс-тонирование и как сделать короткую стрижку интереснее. Как подчеркнуть глаза, чтобы удивить родных и заполучить новый яркий образ от стилистов программы. Героини были готовы пойти на все. Тем более, что участниц всегда подстегивало и соперничество. В конце победительницу ждет титул «Модная Я». «Модная Я». «Модная Я». «Модная Я». «Модная Я». «Нет». «Модная Я». Но в 11-й программе редакторы подготовили нечто новое. Теперь за лавры королевы тренда поборются лучшие подруги. Что из этого выйдет и выдержит ли женская дружба в фэшн-соревнования, узнаем уже в понедельник, 20 июля в 20.00 в программе «Модная Я». Только на Первом городском канале. Калининградец тайком проник на репетицию Кивина и выложил в сеть видео финальной песни. Что еще интересного обсуждали калининградцы в интернете, смотрите далее. На Ленинском проспекте двое студентов перевели бабушку через дорогу. В комментариях отмечают, раньше такие поступки были нормой, а сейчас явление удивительное. Осторожно, аисты! Птицу, нарушающую правила дорожного движения, запечатлел пользователь Руслан Черный. Символ области чуть не спровоцировал ДТП. Женская месть может обернуться порчей имущества. В одном из калининградских дворов теперь стоит вот такая ауди. Надписи «Я изменил своей девушке» говорят сами за себя. Пользователь Александр Павлец попал на репетицию «Голосящего Кивина» и заснял заключительную песню фестиваля. Присоединяйтесь к нам в ВКонтакте, группа «Первый городской канал». Участвуйте в конкурсах и розыгрышах и делитесь фото и видео с хэштегом «Первый городской канал». Чем этот день порадовал калининградцев, смотрите в нашем традиционном опросе. Мы сами из Великого Новгорода и, в общем, прикольно. Я здесь уже третий раз служил здесь недалеко. Прикольно, с товарищем повидался. Настроение супер, через два дня летим в Сочи отдыхать. Так что... Жизнь хорошо, настроение тоже отличное. Про город ничего не могу сказать, потому что еще не видел его. Мы катались в город на скейтборде. Маленький у нас любит кататься. Мы гости вашего города. Я из Петербурга, а я из Москвы. Ходим, гуляем. Нам здесь очень-то нравится. Все хорошо, все настроение нормальное. Только что ветер дует. А так все нормально. Я только что приехала с Иркутской, хочу здесь жить. Поэтому я смотрю позитивно и на город, и на людей. Если вы стали свидетелем интересных событий или засняли их на фото или видеокамеру, то звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. Также напоминаю, что все новости дублируются в нашей официальной группе ВКонтакте. И это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Вероника Сухачева. Я с вами прощаюсь. Ну а как будут развиваться события дальше, покажет служба новостей город. Всего вам доброго и до встречи.